Выгодно ли быть математиком в бизнесе? За диплом математика недоплачивает, поэтому прямую выгоду это. Нет, я считаю, что мне очень повезло, и я, наверное, правильно выбрал свою профессию основную математикой, потому что, мне кажется, очень много вещей, особенно в экономике, оно, скажем так, есть подлежащая математическая модель и структура. Важно, именно это образование математическое позволяет мне смотреть на вещи с какой-то перспективой именно этой математической модели. Я считаю, что каждая задача, которую мы выполняем в бизнесе, под ней подлежащая какое-то дифференциальное уравнение. Оно может быть нулевого порядка, очень линейное, может быть очень сложного порядка. И в основном моя задача, когда я решаю какие-то проблемы и так далее, во многом я начинаю думать, какое оно, да, там, может быть, путем подбора параметров или иногда прям даже это, ну, как условия задачи подсказывает, что это. То есть я не могу сказать там, как теорема Риммана мне помогает в бизнесе, или там, я не знаю, как тригонометрия используется, но когда вы решаете задачу, то все эти пазлы каким-то образом складываются, и вы понимаете, как расположен объект, который вы рассматриваете, да, вот, скажем, в пространстве, во времени, и это помогает. А может иногда нужно выключать вот этот математический склад ума, все просчитывать, продумывать. Иногда предприниматели говорят, ну, давайте вот начнем и будем делать, а там покажут. Так тоже можно, да, но я еще это, просто моя специальность, теория вероятности, то есть вы можете, нет, есть очень рискованные мероприятия и предприятия, которые вы говорили, ну, кто-то выигрывает в казино, то есть я не исключаю, что можно начать бизнес без расчета и выиграть, но я считаю, что просчитанный риск все равно лучше, чем непросчитанный, то есть вы как-то располагаетесь, и вы, по крайней мере, скажем, вы понимаете цену риска, а можно не понимать, окей, это выбор каждого. Насколько вперед вы распланировали свой бизнес, может быть, свою личную жизнь, насколько вы ее просчитали вперед? Ну, если мы говорим о планах, там, скажем, в письменной форме, по пунктам, по датам и так далее, то в основном речь, наверное, идет о перспективе до года, да, вот когда мы четко расписали, у нас там есть, ну, условно, бизнес-план, наши бюджеты, то, чем мы будем заниматься, это не означает, что ничего не меняется по ходу, да, меняется это, вот, более крупными мазками мы пишем планы до трех лет, вот, в принципе, вот в бизнесе сейчас, ну, для нас это реальность, хорошо или плохо, это вот наш горизонт такого планирования. Дальше идут мечты и желания, вот, которые, ну, они абстрактные, они неосязаемые, но каким-то образом они имеют это такое, вот, как-то превращаться в какой-то даже фантазию, в какой-то объект, и ты начинаешь видеть, как к нему идти, и они превращаются в планы. Все мысли материальны. Да, абсолютно. И в личной жизни распланированы, ну, так, по большому счету, это вот, когда дети заканчивают школу, как их образование устроить, как, где и что они будут изучать, то есть, вот таким образом, если говорить дальше, ну, собственно, вот такой это у меня бизнес и жизнь планирования. Ну, я продолжу свою тему получения советов. И что вы можете посоветовать нашим молодым ребятам, которые закончили колледж, закончили университет? На что нужно обратить внимание? Или во время даже обучения, на чем можно сейчас специализироваться? Что можно читать, что можно смотреть? Что вы рекомендуете им? Это очень индивидуально, на самом деле. В целом, я верю в то, что у каждого человека в жизни есть какие-то уникальные, скрытые возможности и его уникальная миссия. Речь идет только о том, кто-то это находит, кто-то не находит. И я думаю, что, я думаю, надо больше пробовать, надо себя пробовать в различных отраслях. Сейчас, пока молодой, это удобно делать и недорого, потому что с течением времени это становится очень рискованно, неудобно, трудно. Поэтому я бы посоветовал искать себя именно в разных отраслях, в разных ролях. Не все обязательно, вот я далек от мысли говорить, что там, как Киосаки, каждый должен работать на себя и так далее. Нет. Я считаю, что можно быть хорошим учителем, хорошим врачом, отличным. Я помню, просто история из детства, да. Я жил где-то 13 на Лабзаке и ездил там 10-й трамвай. И там был один водитель, как-то мне иногда везло, я попадал в это. И он ездил с микрофоном, и он делал экскурсию для всех своих пассажиров. И вот сколько это. И я помню, однажды на этот трамвай я съездил до конечки и вернулся просто, чтобы продолжать его слушать. Просто вот я еще хочу сказать, не место делает человек, а человек делает свое место. И я считаю, что этот мужчина, водитель трамвая, был очень счастлив тем, где он работает. И я его считаю очень успешным человеком. Вот мое отношение к успеху. Я постоянно рассказываю историю про молодого человека, который пришел, сказал, мне нужна любая работа, могу уборщиком, кем угодно. Мы сказали, хорошо, да, давай. У нас в магазине была позиция уборщика. Мы его поставили уборщиком, и он на самом деле работал уборщиком, но он был просто как губка. Он ходил по полкам, все изучал. И даже когда продавцы-консультанты не могли ответить, он там мыл пол и отвечал на вопросы клиентов. Сейчас он у нас старший категорийный менеджер. Многим, кто к нам обращается вот с такими разовыми просьбами, мы вынуждены отвечать отказом. И, наверное, эта аудитория может считать нас жадинами. Но это не так. У нас есть направление. Мы поддерживаем больных в институте гематологии для детей. Это одно направление. Второе. Как я сказал, для нас образовательная миссия очень это. У нас есть деятельность. Мы поддерживаем одаренных детей в лицее имени Срочдинова. Это и университеты. Там есть международные олимпиады, куда они летают. Есть отборочные олимпиады, которые мы объявляем призы. Да, там денежные или компьютер дарили таким детям, которые это. Я считаю, что это очень важная сторона нашей деятельности. Есть 52-я школа «Интернат для детей с отклонением в развитии», которую мы поддерживаем с 99-го года, по-моему. Каждый из этих проектов просто зародился. И мы их уже не можем бросить. Это все, скажем, такие онгоинг, с открытым, скажем, открытые по времени. И если нам удается направлять деньги, то мы бы их и дальше фокусировали именно на тех направлениях, которые мы выбрали. Потому что эти направления, мы видим, как это меняется. Мы видим, какой результат это дает. И нам это важно. И нам это важно. У меня есть много книжек, но я не знаю, что я начинаю читать 5-6 книжек. Я не знаю, что я читал 5-6 книжек, но я не знаю, что я читал. Мы можем называть программами «Адеби» Мы можем в том числе по бизнес-адеби, но мы можем рассказать о бизнес-адеби, или «Ахамет» в бизнес-адеби. Но сейчас у нас есть книжные книги, например, «Адам Смит», «Волоса Нейшанс», «Кайта-кайта», например, «Билл Гейтс», «Бизнес от the Speed of Thought», «Richard Branson», «Losing My Virginity», «Стилл Джобс». Потому что это предложение, что происходит в статье, не только «Адам Рваджика». Но какие бизнес-кетопы, например, «Чекены саудовая логистика», «Чекены саудовая финансы», «Чекены саудовая маркетинга». Это «Бога козащих» высказывает, что создается. Вопросы очень короткие. Мы отвечаем просто «Да» или «Нет». Ну, очень коротко. Вопрос первый от меня. Бизнес с друзьями и родственниками возможен или нет? Возможно, но это накладывает, это как бег с препятствиями. Отлично. Мой блиц вопрос. Чего вам сейчас не хватает как бизнесмену? Часов в сутках. Вы уже отвечали на этот вопрос, он у меня есть, но подтвердите, пожалуйста. Если бы вы были наемным сотрудником, вы бы были... Учителем? Преподавателем. Поэтому другой блиц вопрос, у меня их два получается. Как вы преодолеваете провалы в своей деятельности? Есть какие-то неудачные решения, неудачные шаги? Я знаю, чисто если мы говорим, когда я сильно расстроен и так далее, мне сильно хочется в это время заснуть, и я засыпаю, просыпаюсь уже сном. И уже как-то... Отлично. Хорошая тактика. Позиция. Я просто сплю с проблемами. Дорогие друзья, у нас в студии был основатель, руководитель сети супермаркетов «Кразинка УЗ» Зафар Хашимов. Спасибо вам за многое огромное.